МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Зимняя зебра". КРИК Люди продолжают бежать через дорогу мимо этих цветов. Они появились здесь в память о годовалой Лизе. Девочка погибла под колесами машины. Мама везла ее через дорогу на санку. В пределах пешеходной доступности от места выхода на дорогу находятся два пешеходных перехода, регулирован в 200 метрах, а не регулирован в 98-м. Впрочем, полиция выясняет, не слишком ли быстро ехал водитель. Ограничение на этом участке 40 км в час. Возможно, что водитель двигался в большую скорость. В прошлый год, в 2012, он четырежды прилипал с административной ответственностью, в том числе трижды за превышение скорости. В Самаре водителя осудили на три года. Двухлетняя девочка погибла под колесами, еле ползущей в пробке фуры. Бабушка с внучкой шагнула под грузовик, не задумываясь о том, что сидящий на трехметровой высоте водитель их просто не видит. Позднее это подтвердил и следственный эксперимент. Видно? Видно? Вообще не видно. Суд решил, что это водитель, пристегнутый ремнем безопасности, должен был встать и убедиться, что в пробке никто не путается под колесами. Родители же, как правило, ответственности не несут. Хотя о ребенке должны думать в первую очередь они, а не посторонние водители. Вот очередная женщина с детьми бросается под колеса. Молодая мама вывозит коляску на дорогу, не дожидаясь зеленого. Куда вы прячете? Садя, п***ю, что ли? После кибели Лизы нижегородские активисты поняли, что детей надо спасать не только от машин, но и от безрассудства родителей. И выпустили пособие, как правильно и безопасно переводить через дорогу детей. Когда вы переходите дорогу и перевозите ребенка в сан, еще до выхода на проезжую часть выньте его из этих сан, возьмите ребенка на дорогу. Такие правила давно действуют в Европе. В России родители должны, но по правилам вовсе не обязаны их соблюдать. Родители выкатывают коляски на дорогу, стоя на тротуаре. Роняют малышей из санок. Словно детей у них много и есть несколько запасных.